Добрый вечер в студии Ольга Алексеева и это программа Афиша. Программа для тех, кто любит проводить свободное время не только увлекательно, но и с пользой для души и разума. Я расскажу вам обо всех интересных культурных событиях, которые ожидают город в ближайшее время. Усаживайтесь поудобнее. Начинаем. 27 мая в инновационном культурном центре состоится акция «Библия ночь». Но интересное для себя на ней найдут не только любители литературы и чтения. Балетная труппа «Танцтеатр» приглашает на программу «Вечер французской хореографии». В программу вошли два одноактных спектакля «Бах Моментум» и «Трио» постановки Кристиан Осид. «Бах Моментум» – номинант национальной театральной премии «Золотая маска». В спектакле использованы оригинальные малоизвестные произведения Иоганна Себастьяна Баха. Балет «Трио» уже знаком зрителю. Однако каждый раз он смотрится с интересом, благодаря необыкновенно гармоничной хореографии и мастерству танцовщиков. Вместе с теплыми солнечными днями на Урал пришли и яркие уличные мероприятия. Уже завтра, в субботу, 27 мая, состоится грандиозное событие – Мега Урбан Фест в Екатеринбурге. Парковка торгового центра «Мега» будет отдана дрифтерам. На специально построенных трассах пройдут соревнования по джимхане. Это вид автоспорта со сложными элементами – разворотами на 360 градусов, восьмерками и дрифтом. Также в рамках фестиваля пройдет турнир по самому уличному виду спорта – баскетболу 3х3. А еще соревнования скейтеров и заезды на картах. Для гостей помладше работает интерактивная детская зона. В зоне амфитеатра можно будет понаблюдать за зажигательными танцевальными соревнованиями. Там же выступит Георгий Хачатуров – финалист проекта «Танцы на тенте». Лучшие диджеи Екатеринбурга порадуют гостей крутыми и неожиданными миксами. На главной сцене выступят молодые хип-хоп-исполнители. Завершится фестиваль выступлением хедлайнера-рэпера Маркул. Вход на мега-урбан-фест свободный. Как порадовать своих малышей в Международный День защиты детей? Привезти их на музыкальное шоу по мотивам любимого мультфильма. 1 июня приходите с малышами в ДК Первоуральска на представление «Синий трактор». Это яркое захватывающее шоу, которое порадует маленьких зрителей и их родителей. Авторы создали шоу, наполненное зажигательной музыкой, красочными костюмами и интерактивами, участниками которых становится весь зрительный зал. Организаторы обещают, что для каждого зрителя подготовлен игровой реквизит. Персонажи любимого мультика оживут 1 июня на сцене ДК Первоуральска. А в воскресенье театр «Вариант» приглашает маленьких зрителей на спектакль «Кот в сапогах». Сказка, написанная еще в 17 веке, остается популярной спустя несколько столетий. Не упустите возможность познакомить своих детей с хитрым преданным своему хозяину котом. Дайте-ка мне мешок, да закажите пару сапог, чтобы было легче бродить по кустарникам. И вы сами увидите, что вас не так уж и обидели, как это кажется сейчас. Хозяин кота и сам не знал верить этому или нет, но он хорошо помнил, на какие хитрости пускался кот, когда охотился на крыс и мышей. Как ловко он прикидывался мертвым, то повиснув на задних лапах, то зарывшись чуть ли не с головой в муку. Наверное, многие хотели бы иметь кота, который решит все наши заботы. Ну а пока остается только наслаждаться постановкой Дмитрия Голубецкого «Кот в сапогах». 28 мая в 12.00. За театральными впечатлениями предлагаю отправиться и в Екатеринбург. Молодежный народный театр «Игра» покажет драматический спектакль по повести Анны Красильщик «Три четверти». Это история взросления семиклассницы Ани. Начало 90-х, сентябрь. Аня начинает учебный год в новой и очень странной школе. Например, после уроков здесь устраивают молебен, столовой нет. В классе всего 8 человек, а директор ведет уроки под гитару. Почти каждый день перед Аней встает сложный выбор – поступить по совести или так, как хотят ее новые крутые друзья. В начале 90-х не только москвичи, но и люди, приезжающие в столицу со всей страны, могли отправиться туда на экскурсию и впервые увидеть сияющее нечто. Место, которое со дня открытия и на долгие годы стало еще одной достопримечательностью столицы. Место, где можно было почувствовать себя, как за границей. Речь, конечно же, о Макдональдсе. Слово Макдональдс советские люди знали из западного кино. Но только в 90-е появилась возможность побывать там самим и впервые прикоснуться к американской мечте. Экскурсия «Первый Макдональдс» в Ельцин-центре расскажет о том, что значило появление первого ресторана фастфуда в системе общепита Советского Союза и как расцвела концепция быстрого питания всемирно известной сети. И как студенты престижных московских вузов, владевшие иностранными языками и навыками работы на компьютере, стали ее первыми сотрудниками. Отправляемся в кинотеатры Первоуральска. Там нас ждут уже закрепившиеся в прокате фильмы, а также майские новинки. В их числе продолжение знаменитой семейной саги «Форсаж 10». Семья Доминика Торетто вновь попадает под удар. Какой сюжет подготовила для нас нескончаемая франшиза? Смотрите в кино. Игра окончена, Дом. Ты проиграл. Это твой последний заезд. Тогда тебе лучше пристегнуться. Продолжает свое шествие по кинотеатрам страны космическая драма «Вызов». За три недели проката лента собрала больше полутора миллиардов рублей. Если вы еще не посмотрели первый в мире фильм, снятый в космосе, самое время это исправить. Как ты думаешь, почему человеку так надо в космосе? Потому что он существует. С маленькими зрителями отправляемся на мультфильм «Трио в перьях 2». В этот раз Ричарду не доверят почетную ответственную миссию возглавить перелет аистов домой, на север. Что предпримет отважный воробей? Смотрите на больших экранах. Воробей Ричард, воспитанный аистами, возвращается. Приветики. Пап. И он готов к приключениям. Среди новинок русского кинематографа этой недели непосредственно «Каха. Другой фильм». «Каха» и «Серго» дня не могут прожить без новых проблем на свою голову. Но на этот раз ребятам не до шуток. Речь идет о жизни и смерти. Фильм уже в кино. Я хочу попрощаться с этой нишизбродской жизнью. Отошло, Вафля. Давно встречаетесь? «Серго, ты живой?» Да-да, хорошо, мы играем. Сидеть. Никогда не переезжай в Москву. Служу я по улице, не нахожусь. Не нахожусь. О-о-о-о, не нахожусь. Глянь, я на милого, не нагляжусь. О-о-о-о, не нагляжусь. Брови мои, брови, брови, брови мои черные. Не давали брови на улицу выйти. Не давали, не давали, другое дали. Пошел, пошел, миленький, я вдоль по селу. О-о-о, я вдоль по селу. А в кониндотворике девка хороша. О-о-о, и Катюша душа. Брови мои, брови, брови мои черные. Не давали брови на улицу выйти. Не давали, не давали, другое дали. О-о-о, и Катюша душа. Брови мои, брови, брови мои черные. Не давали брови на улицу выйти. Не давали, не давали, другое дали. Не давали, другое дали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...